Всем привет! По-моему, это будет теперь всегда моё место, где я буду снимать ролики. Потому что Кана комната некоторым не нравится, потому что там, видишь ли, флаг висит России. Ну а тут красивый котёнок, Hello Kitty, которого рисовала я. Если будут опять вопросы, кто же такую красоту рисовал? Конечно же, мама Яна. Вот. Я хотела на пару вопросов ответить, потому что, когда задают или говорят одно и то же, часто, очень часто пишут, я отвечаю. Если там, конечно, один-два раза, то, конечно, нет. Так вот. Первое, что я хотела вам сказать по поводу опять телеграм-канала. Короче, теперь эти тупые мошенники выставляют старые фото мои, которые я на телеграм-канал выставляла год тому назад. Тут ещё ремонт полным ходом шёл. Если посмотреть на фото, во-первых, у меня там пачка побольше, да? Во-вторых, видно, что, ну, на заднем плане, что ремонт ещё идёт полным ходом. Там панели нет, не панели, а как вагонки нет. Допустим, старые двери стоят временные, обоев нет в моей комнате ещё. Это всё делалось год тому назад, как бы, да? По фото можно определить, свежие это фото или старые. Ну, и вообще, если будут свежие фото, тогда они будут... Короче, вы заметите, да? Там и волосы ещё совершенно другим цветом, не рыжие, а такие коричневые или блонд. Так что вы заметите. Так вот. Что я ещё хотела вам рассказать по поводу стола в детской комнате? Вы понимаете, что тут 14 квадратных метров. На этих 14 квадратных метров стоят две кровати, два шифонера, комод. Ну, не могу я поставить так окно, так, по таким-то градусам, и вообще, чтобы тут как-то, блин, получилось всё идеально, чтобы свет идеально падал с левой стороны на правую руку и так далее, тому подобное. Мебель стоит уже, я не знаю, как по-другому, уже насколько возможно это было идеально, так мы и поставили. Я хотела двухъярусную кровать девочкам купить, и как бы, чтобы было больше места, чтобы было два стола, да? Чтобы, например, поставить спина к спине два стола, и вот так вот, чтобы свет падал, как вы говорите, чтобы было идеально. Но у меня ещё есть, помимо меня, мой любимый, дорогой муж, который сказал, нет, не будет никаких двухъярусных кроватей, это всё выглядит очень большое, очень, короче, всё ему не так, и он не хотел. Конечно, я бы тут, где спит Алиса, я бы вот в этот угол тут поставила двухъярусную кровать, и тут было бы, ну, вообще очень много места для двух столов, и вообще было бы классно. Ну вот, он так сказал, а я не могу против его воли идти, да? Это как бы отец детей он тоже может решать, Поэтому оставим уже этот стол в покое, пускай стоит, как стоит, и всё уже на этом. Вот. Второй комментарий по поводу... Сделайте прическу, сделайте макияж, накрасьтесь, вот и будет вам красота, и не будете вы там, типа, такая страшненькая и неухоженная. Ну, во-первых, уход для меня лично, это не то, чтобы у меня была прическа дома, чтобы у меня был тональный крем, которым я буду к младенцу, как сказать, нежиться с моим младенцем, и испачкаю и младенцы, и одежду, и вообще буду спать и лежать в кровати накрашенная, по дому гулять, это вообще какой-то чушь и бред, и я не знаю, тот, кто красится дома, это люди, мне кажется, у них сама оценка где-то там в подвале подыхает, я не знаю. Но кто красится дома? Во-первых, это вредно для кожи, вообще, это всё химикаты, это вредно. Я крашусь, когда я куда-то, ну, выхожу гулять с семьёй в ресторан, тогда, конечно, я подкрашиваюсь и прическу делаю, всё, но дома сидеть и тональный крем себе в лицо шлёпать, да зачем мне это надо? Тем более я себя считаю аттрактивной, такая, какая есть, как меня создал Бог и мои родители. По поводу уход за собой, у меня как бы другое мнение. Вот, например, не надо, чтобы был педикюр, чтобы у меня были аккуратные пяточки, которые моего мужа не царапают в кровати, ногти, когда люди смотрят на мои руки, чтобы были руки, как говорится, не в земле, а красивые ноготочки, да, ухоженные. Чтобы я была, как говорится, причесана хоть как-то, да, я крашу свои волосы, потому что я такой более яркий человек, и мне нравится рыжий цвет. На данный момент я крашусь часто в рыжий цвет, ну, как бы, чтобы я была нормально, прилично одета в свой любимый халатик, вот. И халатики никак, не считаю я, что они как-то старомодят или я страшная в своем халатике. Наоборот, я считаю это более женственным, чем напялить на себя какие-то штаны с футболкой. Ну, это мое личное мнение, кто хочет ходить в штанах и футболке, пожалуйста, ходите. А я люблю ходить в своих любимых халатиках, у меня их 6 или 7 штук уже теперь. Я понакупила себе и все, и, ну, вот, старенькие, вот, видите, он уже старенький, у меня тут такой уже потихоньку весь это разлазится по швам. Один уже я голубенький выкинула, вот. Теперь этот следующий, если тут еще чуть-чуть, короче, и этот тоже пойдет уже на выкинштейн. А еще один комментарий по поводу, что я сказала, выгляжу как колхозница. Уважаемые колхозницы, я никак не хотела вас обидеть, ни в коем случае. Я знаю, что женщины, неважно, городские они или колхозницы, это не зависит от того, ну, если вы, допустим, колхозница, что вы там не моетесь и вся такая неухоженная. Это просто выражение из 90-х. Вот как-то раньше так говорили, ой, как колхозница, на кого ты похожа. Ну, потому что в колхозе как ходили? Там сапоги резиновые, да, фуфайка, платок. Ну, как в колхозе, там корову, да, есть, да. Поэтому так, может, городские выражались. Ой, нарядилась как колхозница. Это просто была какая-то фраза. Никого не хотела этим обидеть. Простите, пожалуйста. Просто, ну, такое вот, бывают у меня такие вот фразы с 90-х, да. Я не задумываюсь о том, что я кого-то могу чем-то как-то либо обидеть. Ну, и всё. По-моему, теперь я ответила на все вопросы. Сегодня, кстати, да, сейчас пойду схожу в душ. И в скором приедет мама. И я поеду на педикюр. Вот. Не приедет мама, а придёт. Едут идти 5 метров. Она за маленькой пока посмотрит, потому что, ну, когда там пятки тебе чистят, ну, как ты ребёнка возьмёшь, да. Вот. И она как бы согласилась. И не надо писать, пожалуйста, никому, что я теперь повесила моего ребёнка на мою маму. Она всё делает это добровольно. Она это делает с большим, как говорится, сердцем. Она маленькую очень любит. Она сама ко мне приходит каждый день. Я её не прошу, но она всё равно приходит. Значит, она любит ко мне приходить. И к своей внученьке она любит приходить. Вот. Сегодня утром она уже прибежала. Я знаю, тебе надо позавтракать, доченька. Я её возьму. Взяла её и целует, и обнимает, и прижимает. Ну, конечно, это же малышка, господи. Каждый хочет и понянчиться. И они же такие все, такие хорошие, такие булочки. Их надо целовать, обнимать, вообще прижимать. Ну, как не любить такого маленького, вкусненького малыша? Вот. Тем более, когда он свой, родной. Бабушки, они такие, они же прямо зацелуют, залюбят. Ну, всё. Я побежала собираться одеваться. И потом, наверное, ну, увидимся уже, когда там будут меня педикюрить. Или после этого. Ну, всё. Люблю вас. Целую. До встречи. Всем привет. Ну, вот. Я не только была на педикюре, ещё и была. Ну, не была. Там же мне Лена ещё волосы покрасила. Я опять ярко-рыженькая. Как я люблю. Как вам мой новый цвет волос? Новый, старый. Но я в этот раз сказала, чуть-чуть покраснее хочу. Она всегда более в коричневый цвет уходила. А я говорю, ты, ну, в более красный цвет, пожалуйста. Вот. Сейчас свет включу. Может, так лучше будет видно. Вот такие у меня волосы теперь. Красненькие. Теперь я Пеппи Лангштрумф. Пеппи Длинный Чулок. Или как по-русски так говорят. Так. Бегом домой. Там ждёт меня моя маленькая доченька. И другие детки. Может, опять надо будет им помогать по домашке. Там, слава богу, вчера справился с домашкой сам. Без помощи. Ну, я как бы объяснила ей. Говорю, всё понял. Он говорит, да, мама, я знаю, я понимаю. Вот по математике он вроде у меня неплохо тянет. А по-русски так себе. Нет, он тянет хорошо. У него одна большая проблема – это диктанты. Ой, когда словарный диктант, когда он слова может выучить и написать. Просто слова. Тогда нормально. Пятёрки, четвёрки. Но когда это просто текст, это просто катастрофа. Всегда два будет. Ну, он ещё как бы, ну, не совсем по-русски так уж хорошо. И я знаю, что надо много читать, да, чтобы улучшить этот минус, как сказать. Но, знаете, когда ребёнка, вот, вот, ненавидит он чтение, он вообще, вот, есть же математики, а есть те, кто любит, вот, языки изучать. Вот не любит он вот это вот русский, там, немецкий. Вообще вот это вот, это не его. Литература – это вообще не его. Вот, вроде, по каким-то там он нормально, всё, но вот читать не заставишь его никак. Вот летом кое-как там три книги он прочитал, детские, с горем пополам. Хотя надо десять прочитать. Ну, вот, не убить же ребёнка из этого чтения теперь. Сужу по себе, потому что я тоже ненавидела читать. Видимо, у него это от меня. Вот, если кто-нибудь спросит, ты когда-нибудь прочитала полностью книгу? Я могу сказать, что детскую, да, в детстве. Но прям какой-нибудь такой толстый роман для взрослых. Нет, я не читала. Ну, не люблю я читать. Мне надо вот что-то, приключения на пятую точку. Вот это я люблю. А читать это не моё. Ой, вот такие дела у нас. Так что, наверное, влог закончу и начну уже завтра с новым влогом. Увидимся завтра. Как вы заметили, у меня сейчас побольше влогов выходит. Вот, потому что потихоньку всё устаканивается. Потихоньку побольше времени. Как-то вот рутина какая-то пришла в семью. И теперь побольше как-то времени как будто. Хотя время одинаково, но, наверное, уже власть у меня как-то побольше. Всё, меня почти не видно. До завтра. Люблю вас. Целую. Пока-пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...